Девушки отдыхают Или я вызываю милицию Тогда ты умрешь Или деньги Или смерть Выбирай Рак легких Убирайся Да Ваши анализы пришли Что там? Говорите На снимке видна опухоль Я все-таки просил бы вас приехать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Привет, Андрей Как смог, так приехал Что-то случилось? Извини, что прервал выходной Но дело срочное И необычное Да Маг-вымогатель Такое у нас впервые Это точно Он преследует Некую Анну Стугину Она владелица сети магазинов женской одежды Грозится наложить на нее проклятие Если она ему не заплатит Так пусть пошлет его В чем проблема? Он так и сделал Теперь у нее проблемы со здоровьем Вчера ей диагностировали рак легких Ничего себе Ну а милиция что? Вымогательство, это же по их части Да Но вот только сам шантажист И предмет шантажа их несколько смущает Заявление они, конечно, приняли Но продвижения нет Да и доказательств у Анны никаких Так может, кто не правы? Это просто все ее фантазии Вот ты с этим и разберешься В первую очередь поедешь к ней И детально с ней поговоришь Подъехав к дому Анны Евгений сразу понял Почему маг-вымогатель Выбрал своей жертвой Именно ее Женщина жила в престижном Жилищном комплексе С собственной охраной Я из программы «Реальная мистика» хотел бы увидеть Анну Стугину Вы договаривались? Да, конечно Проходите Пожалуйста Квартира Анны также свидетельствовала о том Что она весьма состоятельная дама Скажите, вы к магам-акстрасенсам-гадалкам часто обращаетесь? Если честно, я в это не верю Но один раз решила обратиться По глупости Я думаю, что с этого все и началось С похода к гадалке? Да Понимаете, я влюбилась Влюбилась в молодого человека Младше себя Это, наверное, не очень разумно с моей стороны Но с Колей я была впервые счастлива в своей жизни А вот полгода спустя у нас начались проблемы Ссоры, скандалы, выяснение отношений Анна так устала от постоянных скандалов Что хотела выяснить, стоит ли продолжать отношения с надоевшим любовником И вы решили обратиться к гадалке? Да И где вы ее нашли? Моя двоюродная сестра посоветовала мне к ней обратиться Она хоть и учится в медицинском, но всегда была суеверная То, что Анна услышала от гадалки, немало ее удивило Тебе не можно его кидать Почему? Як ты пидешь від нього, до тебе прийде беда Щось дуже лихе Саме уособлення зла И захвореешь после цього сильно Ерунда какая-то Я, конечно, не поверила И мы с Колей все-таки расстались А на следующий день появился этот маг Или кто он там? По словам Анны, в тот день она допоздна задержалась на работе Возле дома женщине показалось, что за ней кто-то следит Тебя зовут Анна У тебя отличное здоровье, дела идут тоже хорошо Хоть и чтобы так было и дальше Какое ваше дело? Чего я хочу, а чего нет? Я могу у тебя все это забрать Так, мужчина, до свидания Или я вызову сейчас милицию? Сто тысяч долларов через три дня Или все потеряешь? Да пошел ты Заплатили, все потеряешь Вы мага этого прежде видели? Нет, ни разу И вы ему поверили? Нет, конечно Если бы меня легко можно было запугать Я бы ничего не добилась в своей жизни И что вы сделали потом? Пошла разбираться с охраной Ну, что они пускают всяких сумасшедших Но они сказали, что за территорию никто не входил И мы просмотрели все видеозаписи И вы увидели этого человека? Да он появился неоткуда Была вспышка И он появился А потом снова вспышка И он исчез А потом он пришел за деньгами Да Ровно через три дня Как и обещал Ты меня не послушала? Как ты сюда попал? Кто тебя пустил? Ты еще не поняла? Для меня нет ни стен, ни замков Убирайся Я вызову милицию У тебя завтра намечена важная встреча в одиннадцать Подписываешь новый контракт? Кто тебе сказал, сволочь? Пое прошлое и будущее Для меня как открытая книга И с помощью темной магии Я могу ее легко переписать Иди пугай других идиотов А я вызываю милицию До завтра Я тогда подумала, что это чья-то дурацкая шутка Ну какая черная магия в двадцать первом веке? Я снова пошла скандалить с охраной Мы снова посмотрели видеозапись Но кроме меня в квартиру Никто не входил А на следующий день я чуть не разбилась Ехала как раз на эту встречу У меня отказали тормоза И хорошо, что я была на небольшой скорости Я врезалась в ограждение И отделалась легким ушибом А вы не думаете, что это кто-то мог подстроить? Вы машину проверили? Конечно, сразу же Но мастера на Истову сказали Что вряд ли в тормозах кто-то копался Но они так и не поняли причину Настоящий шок Анна пережила позже Когда вернулась домой Кровью У меня на стене Представляете? Я не выношу шантажа и угроз Я решила все равно не сдаваться А эта надпись сохранилась? Нет, конечно Я ее сразу стерла Ну а в милицию вы обратились? Да Приехала милиция Посмотрели все видеозаписи Ничего не обнаружили И пустили все на тормозах А на следующий вечер В квартире Анны Снова появился маг Ты принесла деньги? Или все еще не веришь мне? Убирайся к черту, шарлатан Или я вызываю милицию Тогда ты умрешь Или деньги Или смерть Выбирай Рак легких Убирайся Да Ваши анализы пришли Что там? Говорите На снимке видна опухоль Я все-таки просил по вас приехать Анну Стугину преследует маг-вымогатель Он проникает в ее квартиру И шантажирует женщину Угрожая лишить ее здоровья и состояния После того, как Анна прогнала шантажиста У нее диагностировали рак Маг обещает снять проклятие И исцелить женщину Но требует за это Сто тысяч долларов Кто же на самом деле Этот мистический злодей? Я, честно говоря, не из пугливых Меня тяжело чем-то пронять Но я тогда по-настоящему испугалась Я очень боюсь заболеть раком Это единственное, чего я боюсь в этой жизни А он как будто прочитал мои страхи Вы у врача давно были? Да, в том-то и дело, что недавно Я слежу за своим здоровьем Наблюдаю с частной клиники А две недели назад Прошла полный медицинский осмотр И все было хорошо А вчера простудилась И врач посоветовала сделать рентген И вот результат По словам врача На снимке была четко видна Бронхогенная карцинома В просторечии Рак легких Как такое возможно? Я у вас Неделю назад проходила обследование Вы что, в прошлый раз ошиблись? Нет Я не ошибся На прошлых снимках Опухоли не было Тогда А откуда она взялась? Даже не знаю, что предположить Сейчас я все перепроверил Ошибки быть не может У вас рак легких Если вас это утешит Вы обратились вовремя Первая стадия Метастазов нет У вас есть хорошие шансы на выздоровление Никогда не слышала Чтобы раковая опухоль Выросла всего за неделю Как такое возможно? Объясните мне, как? А Мак появлялся после этого? Да, сегодня утром Он сказал, что если я заплачу Он снимет с меня проклятие А если нет Никакое лечение Мне не спасет И что вы решили? Да я и сейчас В эту черную магию не верю Но я не понимаю Как это объяснить Понимаете? У меня вся надежда Только на вас Если вы не поймете Мне придется заплатить Я не хочу умирать Вы не против Пройти еще одно обследование? Только в другой клинике В которую мы вас направим Да? Конечно Я на все согласна Хорошо Ну, а тогда С вашего разрешения Я доставлю камеры в квартире На тот случай Если Мак еще раз появится Да, пожалуйста Только у нас камеры Везде и в доме И вокруг дома Только толка от них ноль Я боюсь Я очень боюсь Я сама себя не узнаю Мне нужно думать о лечении Бороться А я вдруг думаю А может это бесполезно? Если этот человек захочет Я все равно умру Я готова бороться с болезнью Но я не готова бороться с тем Чего я не понимаю Попрощавшись с Анной Евгений направился К охране жилищного комплекса Охранник Алексей Который дежурил накануне вечером Ничего подозрительного не видел Анна Стогина должна была договориться с вашим руководством Чтобы вы мне показали запись с камер наблюдения Да, я знаю Мне звонили на учет Записи подтверждали слова охранника Вчера вечером никто, кроме Анны, в ее квартиру не заходил Не знаю Никакого мужика в черном не было Тут вообще не так много людей ходит Дом у нас малоквартирный Да и жильцов, в принципе, всех знаю лично А мужчин-посетителей вчера и вовсе не было А как насчет записи двухнедельной давности? Когда Анна Студина встретила незнакомца на парковке? К сожалению, так долго записи мы не держим Неделя это максимум А можете показать вчерашнюю запись Не перед самым ее приходом, а немножко раньше? До ее возвращения? Да, конечно А это кто еще такая? Почему у нее ключи от квартиры? Она заходит в квартиру, когда Анны нет дома? Это ее сестра, Яна Она часто приходит к ней Так а чего вы мне раньше не сказали об этом? Только спрашивали только о мужчинах Она ведь девушка Тем более она ненадолго заходила Ну, через 10 ушла Итак, Анну Стугину шантажирует Некий маг Который умудряется проходить сквозь запертые двери И оставаться невидимым для камер Да еще и насылает болезни В черную магию я, конечно, не верю Но как тогда он появляется в квартире И исчезает из нее совершенно незамеченным? Возможно, девушка с видеокамеры Двоюродная сестра Анны Яна Его сообщница Она могла бы впустить его, например, через окно К тому же именно Яна направила Анну к гадалке Предрекшей появление мага А сама гадалка и бывший любовник Анны Николай С которым гадалка запретила ей расставаться Как они с этим связаны? Но даже если мы найдем ответы на эти вопросы Как объяснить развившийся за неделю рак? Нужно как можно быстрее проверить ее диагноз У независимого эксперта Я попросил Тимура принять участие в расследовании Он отвез Анну на консультацию К своему давнему приятелю Известному онкологу Игорю Серову Он подтвердил раннюю стадию рака Да не переживайте вы так Прогноз весьма благоприятный И кроме того, берегите силы Они вам еще пригодятся Хорошо Ты не против, если мы с тобой еще отдельно поговорим? Я должен кое-что уточнить у пациентки? Да, конечно Тимур показал Анне видео с камеры наблюдения Установленной рядом с ее квартирой Анна ничуть не удивилась Увидев на записях двоюродную сестру И сказала, что сама дала Яне ключ от своей квартиры Я не думала, что это имеет какое-то значение Это моя двоюродная сестра Яна Она в этом году поступила медицинский А вы сами понимаете, какие там условия в общежитии Вот я ей дала свои ключи, чтобы она приходила, когда понадобится По-моему, она выглядит старше, чем обычно бывают первокурсники Да, она до этого несколько лет работала в санатории Кстати, она сейчас там работает, чтобы платить за учебу А почему вы спрашиваете о ней? Вы что, думаете, что она имеет какое-то отношение к магу? Мы просто должны проверить всех, кто имел доступ к квартире Вы еще кому-нибудь ключи давали? Нет Разве что Николай, но после расставания он их вернул А у Яны, может быть, у нее есть жених или парень? Ну, конечно, она же молодая, красивая девушка Вы с ним знакомы? Нет Но это не имеет никакого значения У меня просто очень много работы Поэтому мы еще не успели познакомиться Уверяю вас Яна не имеет к этой истории никакого отношения Она замечательная девушка И никогда бы не пошла на такое Тимур вернулся в кабинет доктора Чтобы обсудить состояние здоровья Анны Сейчас мы по-новому сделали все необходимые диагностические исследования и анализы И я с полной уверенностью могу сказать, что это рак Он в начальной стадии и есть большие шансы на выздоровление Игорь Слеров, онколог, врач высшей категории Кандидат медицинских наук Член Европейского общества медицинской онкологии Опыт работы 20 лет Взгляни, пожалуйста, еще сюда Неделю назад снимки еще были чистыми Это, наверное, какая-то ошибка Опухоль не может расти так быстро А может психологический фактор повлиял Женщина очень боялась рака Ей внушили, что она заболеет Вот она болезненно кликала Вы имеете в виду эффект ноцебо? Эффект ноцебо Термин, обозначающий эффект, противоположный эффекту плацебо Ноцебо – средство, которое не обладает реальным действием Но при этом негативно влияет на здоровье человека и вызывает у него болезни Эффект ноцебо Так же, как и эффект плацебо имеет психофизическую природу Говоришь человеку, ты заболеешь, и он берет и болеет Не думаю, что это наш случай Кроме того, Анна совершенно не похожа на впечатлительную натуру Которая способна внушить себе рак Ну а можно хотя бы чисто теоретически специально вызвать рак? Ну, про канцерогены вы, конечно, слышали Это тот же никотин Хотя процесс идет очень медленно Радиация действует быстрее Но все-таки не настолько Кроме того, для этого в легких должен быть какой-то газ Радон, например Его ведь используют в лечебных ваннах, в санаториях Врач объяснил, бетон выделяет радон И если человек длительное время находится в непроветриваемом бетонном помещении То газ может проникать в легкие А при создании искусственных радоновых ванн Используют не радон А препараты другого радиоактивного элемента радиа Да, если в природных условиях радона нет То воду искусственно насыщают Под Киевом есть пара таких санаториев А почему вы об этом вспомнили? Да так, есть одно подозрение Еще раз хочу уточнить Все, что я здесь перечислил Не вызывает рак напрямую Это только увеличивает вероятность болезни Да и то При условии длительного воздействия А не за такое короткое время Тем временем Евгений встретился с гадалкой Которой обращалась Яна Ни про какого мага я не знаю А тем больше про рак Вы понимаете, что вы настолько точно все предсказали Что это очень подозрительно выглядит Хотела людям сделать добро Вот и мая Что именно? Вот это куханец тієї жінки до мене приходит Звитки дизнався, что я пойду до ней ворожить Пришел Сказал, что очень ее любит И не хочет ее втрачать Ну и попросил, чтобы я немного ту Анну налякала Аби она его не кидала Что говорить, он вам тоже рассказал? Ну не сама же я таки выгадала Скажите, сколько он вам заплатил? Вы мои гроши не рахуйте А если хотите что-то по этой справе дизнатись То идите до Миколы того, а не до меня Итак, похоже, у нас есть сразу два подозреваемых У Яны был ключ от квартиры сестры В санатории, где она все еще работает Для приготовления радоновых ванн используют препарат радиоактивного радиа Теоретически Яна могла иметь к нему доступ и тайно облучать Анну Гадалке сестру тоже направила она К тому же Яна вынуждена учиться и работать одновременно Живет в общежитии Возможно, ей все это надоело, и она решила вытянуть деньги у своей кузины Есть еще бывший любовник Анны Николай, который подкупил гадалку Он тоже замешан в этой истории А может, они с Яной сообщники? Анна говорила, что сестра так и не познакомила ее со своим женихом А что, если это Николай? Но как это проверить? Я попросил Марину и Евгения тщательно осмотреть квартиру С помощью специальной аппаратуры мои помощники пытались определить наличие веществ Способных спровоцировать рак И вдруг Жек! Ну ты как живой? Добрый день Дай голову, Оля Ну ничего же, ты будешь Вы извините меня, пожалуйста, я просто подумала, это воры Аня не сказала, что вы придете А что случилось? Почему Аня вас пригласила? Я всегда знала, что Аня скрытная Но чтоб до такой степени Она же ничего мне не сказала Ни об этом маге, ни про болезни, ни о вас Если бы мы сейчас не встретились, то я бы ничего и не узнала Да может, она вам просто не очень доверяет С чего это вдруг? Или вы думаете, я в этом как-то замешана? Вы меня извините, конечно, но мы должны проверять все варианты А вы единственная, у кого был доступ к квартире, кроме Анны Да и деньги вроде бы вам не помешают Ну деньги и всем сейчас нужны Но я бы с Аней так не поступила Вы, если хотите, вы лучше Колю проверьте Вот кто на такие гадости и готов ради этих денег Так это он А вы что, с Миколой врагуете? Да я терпеть его не могу, он же Альфонс Лет на 10 младше Ани Никогда не работал, только деньги из нее тянул Наверное, и сейчас тянет Так они же вроде бы расстались Ну официально, да Только если бы она реально с ним рассталась Она бы не носила брошку, которую он подарил А что до вашего нареченного? Как его звать и чем он занимается? Извините, но его я втягивать сюда не хочу Он здесь вообще ни при чем Я вам клянусь Я говорю вам, это Колька Аня его брошку вообще не снимает А это единственное, что он ей подарил Причем за ее же деньги Я говорю вам, Альфонс И дружки у него такие же Только и думает, как бы деньгами на шару разжиться Ну что, нашли что-то интересное в квартире Ани? Касательно радиации Немного повышенный фон, но в пределах нормы А получается, что радон тут ни при чем Кроме того, я не нашла его следов ни в крови Ани, ни в повитре Ясно, значит, Яну можно вычеркивать из списка подозреваемых Не знаю Вона нам и доси не сказала имя своего нареченного Но если она и берет в всем этом участь То способ, за каким причинили рак у Ани, нам и доси неведомый А что с появлением мага? Пока не ясно Дом хорошо защищен Следов взлома на дверном замке нету Да и окна качественно запираются изнутри Снаружи плотно прилегают Их невозможно открыть Мне кажется, в меня есть что-то интересное Но я не знаю, насколько важлива эта информация Я с привода написана в зеркале Он сделан кровью, людской Группа Иресус Фактор співпадает с группой крови Ани А чи ей это кров? Дознаемося после анализа ДНК Осталось проверить брошь, подаренную Николаем Нам уже приходилось сталкиваться с радиоактивными драгоценностями Но прежде чем дать соответствующее поручение События приняли неожиданный оборот Анна позвонила Евгению и попросила приехать Заявила, что маг сейчас в ее квартире Спасибо, что так быстро приехали Я его только мельком видела И сразу же вам позвонила Я понимаю, что я очень глупо выгляжу, но я боюсь туда заходить Не переживайте, разберемся Открывайте Ты как вообще в квартиру попал? Я ключ сделал, когда мы были вместе Убери от меня этого парня Я ничего не хотел плохого Я просто хотел помириться Извините мне за это недоразумение Ничего страшного Нам все равно придется поговорить с вами, Николай По поводу потку погадалки Что? Так это ты все подстроил, да? Ничего я не устраивал Я просто увидел, что у нас не клеится Думал, что ты меня бросишь А потом услышал ваш разговор с Яной По поводу этой гадалки Подумал, может быть, ты ее послушаешь То есть вы хотите сказать, что все слова, которые сбылись Это так, совпадение? Ну, у меня есть, конечно, недостатки Но я бы никогда в жизни Аня ничего плохого не сделал А кто бы сделал? Кого и нужно допрашивать, так это охранников Яна, кстати, с одним из них закрутила роман С которым? Имени я не знаю Он сегодня на дежурстве Я когда шел сюда, видел их вместе Не волнуйтесь Мы и его проверим Но вашу брошь я возьму на экспертизу Хорошо, конечно Я была уверена У Коли нет моих ключей Я его вычеркнула из своей жизни раз и навсегда Была уверена, что он на это не способен А сейчас уже и не знаю, что думать Добрый вечер А я вам не помешал? Вы мне не хотите ничего объяснить? Николай говорил правду насчет Яны и охранника Алексея Но оба уверяли Их отношения никак не связаны с тем, что происходит с Анной Мы тут ни при чем, правда Просто так получилось, что мы полюбили друг друга И к Ане это никак не относится Это правда Зачем нам это нужно? Если вы думаете, что я проводил этого парня Мага То это не так Он приходил не только на мои дежурства Вот, посмотрите Алексей не обманывал Анна жаловалась на визиты мага В те дни, когда охранника на смене не было А тем временем Тимуру позвонил его друг-онколог Который консультировал Анну И попросил срочно приехать То, что расскажет моему помощнику врач Полностью поменяет ход нашего расследования Вчера я случайно встретился с одним своим коллегой Он рассказал мне о похожем случае Тоже аномально быстро развивающийся рак Только дело касалось мужчины Его зовут Александр Волков А почему ты решил, что это связано с Анной? Из-за темпов развития болезни? Дело в том, что Анна при осмотре рассказала мне о маге И если верить моему коллеге Его пациента тоже преследовал маг Но он заплатил И болезнь отступила Сейчас у него полная ремиссия Из-за того, что я не знал Это уже и не важно Похоже, дело не в ней лично Аня уже не первая жертва мага Анна звонит Да Аня, успокойтесь Сейчас Евгений выйдет к вам Маг снова появился Но надеюсь, на этот раз наши камеры его зафиксируют Похоже, последнее появление мага Совсем выбило Анну из колеи Она была раздражена и напугана Я думала, что вы найдете ответ и справитесь Но вы понимаете, что мы второй день ведем расследование? А у меня времени нет Он мне дал срок до завтрашнего утра На сей раз Мистический злодей появился в спальне Ты все еще мне не веришь? Не будет денег Никакие врачи тебе не спасут Почему именно я? Потому что я чувствую твой страх И у тебя есть эти деньги Ничего личного Это была последняя капля Я решила заплатить Моя жизнь дороже 100 тысяч долларов Но почему? Он в этот раз вас так сильно напугал? Нет Вернее, не только Мне позвонил мой лечащий врач И рассказал точно о таком же случае, как и моем Но там пациент заплатил, справился с болезнью И вот, жив до сих пор Вы говорите об Александре Волкове Мы сейчас проверяем эту информацию Нет Я говорю о женщине Виктория Музыренко А я с ней встречалась И она все подтвердила А что, есть еще и третий мужчина, да? Ну, похоже на то Мы сейчас не знаем всех деталей Жертв, может быть, даже и больше И им всем не так уж повезло Поверьте, нам нужно время, чтобы со всем разобраться У меня нет времени Если есть хоть какой-то шанс, что эти деньги спасут мне жизнь, я согласна Дайте нам последний шанс поймать его Мы отследим деньги и узнаем, кто за этим стоит А если он меня еще сильнее проклянет? Даже если он настолько сильный маг То наша засада ему будет нипочем А мы сделаем все осторожно и аккуратно Привлечем профессионалов Сделаем все по правилам Даже маг ничего не узнает Я вам обещаю Хорошо Я согласна Есть видео с квартиры Анны? Смотри Что-то интересное? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И? Как это понимать? Ты же не хочешь сказать, что он и правда из воздуха материализовался? И в нем же и растворился? Честно говоря, я пока не знаю, как это объяснить Надеюсь, хоть завтрашняя операция что-то прояснит Ты как, готов? Всегда готов Майора Кухаренко уже предупредил Он со своими ребятами нам поможет Утром Евгений и майор Кухаренко встретились с Анной, чтобы ее проинструктировать Здравствуйте Здравствуйте Анна, вы главное не волнуйтесь Мы все сделаем максимально аккуратно В парке будут наши люди Мы повесим на вас микрофон Контажист придет за деньгами Мы его возьмем И на этом все наши загадки закончатся Вот возьмите на всякий случай Бросьте эту сумочку Хорошо Это следящее устройство Оно поможет нам отслеживать деньги Не подходить к ним близко Да, собственно, и мы не засветимся Надеюсь, он ничего не заметит? Поверьте мне Если у него даже есть третий глаз И шестое чувство Мы для него будем невидимы Да Я надеюсь, вы никому не говорили о нашем маленьком плане Нет, конечно Даже Яна ничего не знает Ну, тогда С Богом Надеюсь, так или иначе Но сегодня все, наконец, закончится Анна с деньгами отправилась Навстречу с магом За ней присматривал сотрудник милиции Анна пришла на место, указанное магом Оставила деньги на скамейке и ушла Евгений и майор Кухаренко не спускали глаз с сумки Время шло Но маг по-прежнему не показывался Анну Стугину преследует маг-вымогатель Он шантажирует женщину, угрожая лишить ее здоровья и состояния После его первого визита у Анны диагностировали рак Маг обещает снять проклятие и исцелить женщину за 100 тысяч долларов Анна принесла всю сумму в указанное место Но деньги украли Ну, стой! Куда ты должен был отнести сумку? Никуда не нес Не знаю никакой сумки И вообще ничего не буду говорить без своего адвоката Что за цирк? Слушай, ты клоун Тебе светит колония для малолетних И это не смешно И единственный твой шанс прямо сейчас И очень быстро рассказать Кто тебе подговорил спереть сумку И кому ты ее нес У тебя 10 секунд Мне никто ничего не говорил Просто вижу, тетка сумку забыла Мамке не говорите, пожалуйста Слушай, Женя Денег-то нет Вместо них резаная бумага Я не понял Мы же с нее глаз не сводили Ей-богу, чертовщина какая-то Я не знаю, как так и получилось Честно Анна божится и клянется Что она деньги не подменивала И она сейчас в такой панике Что вряд ли бы на это пошла Деньги из рук она не выпускала Да если и выпускала, то на пару минут Когда пошла переодеваться И то в закрытой на все замки квартире Да и на камерах Опять, естественно, ничего Я тут поинтересовался у коллег Было еще три аналогичных случая Везде тот же самый МАК Требования выкупа И аномально быстрое развитие рака И что, они излечились после уплаты выкупа? Да нет, один человек умер Двое еще сражаются с болезнью Ну, а что у них общего? Больницы, врачи? Или вообще живут где-то рядом? Да, больницы разные Врачи тоже И живут они в разных районах Но все они люди состоятельные Еще у них у всех один тип рака Что за предпочтение у этого мага такое? Почему именно рак легких? Да Тимур, а вы уверены, что больницы разные? Да, а что? Почему на снимках стоит одна и та же подпись? Добрый день Здравствуйте Я майор милиции Юрий Кухаренко Все жертвы мага-вымогателя делали рентген у одного врача-рентгенолога Евгений с майором сразу же отправились к нему Но врач отрицал любые обвинения в свой адрес Конечно, я помню случай Анны Стугиной Это действительно шок Очень редко бывает, что брак развивался так быстро Полгода назад, когда вы работали в другой клинике У вас был подобный случай, это правда? Может быть Я не помню Я же не ставлю диагноз Я делаю снимок и описываю его А еще вы можете сознательно подменить снимок И получается, что вы уже знаете о том, что человек болен А не он, не врач, не догадывается об этом, да? У вас есть какие-нибудь доказательства? Если нет, то, пожалуйста, покиньте помещение И не мешайте мне работать Вы не против, если на вот эту фотографию? Конечно, против Что вы себе позволяете? Я сейчас вызову охрану И вас отсюда выкинут Знакомое лицо Охранник из дома Анны Вы все равно ничего не докажете Но это мы еще посмотрим Охранник Алексей из жилищного комплекса Где жила Анна Оказался сыном рентгенолога-афериста Здравствуйте, Алексей Не хотите познакомить меня с вашим товарищем? Хотя где-то я вас уже видел По-моему, на записях с камер наблюдения В квартире Анны Стугиной Опа, далеко собрались товарищи Следствию удалось установить подробности этой аферы Ее автором был врач-рентгенолог Виктор Андреевич Прищепа Выявив у состоятельного пациента Болезнь на ранней стадии Он подменял снимок И сообщал пациенту, что тот здоров После чего натравливал на жертву Своих сообщников Сына Алексея и его приятеля Семена Которые и разыгрывали Мистическое возникновение раковой опухоли У якобы здорового человека Алексей был высококлассным специалистом По системам безопасности Но он быстро понял Участие в аферах отца Приносит куда больший доход Он устраивался работать в дом жертвы Простым охранником И получал доступ ко всей системе безопасности Включая и видеокамеры А Семен иллюзионист по профессии И работал в цирке Поэтому ему не составляло труда Изображать из себя мага Его неожиданное появление И исчезновение Всего лишь мастерски срежиссированный трюк Провернуть который помогал Все тот же Алексей Маг проникал на парковку И в квартиру заранее Прятался и ждал удачного момента Чтобы сначала эффектно появиться А потом волшебным образом исчезнуть А внимание жертвы Алексей и Семен отвлекали То вспышкой света То звоном монет То вспыхнувшим письмом Помехи на камере делали С помощью специальной глушилки Либо же Алексей просто редактировал Видео с камер и заменял его Роман с Яной Сын врача закрутил лишь для того Чтобы подобраться к ключам Сделав их дубликат Злодей получил полный доступ К квартиру Деньги в сумке Преступник подменил Еще до того Как Анна оставила их В условленном месте Чудесное исцеление Других жертв аферистов После того Как они отдали вымогателю деньги Не более чем совпадение Или так называемый Эффект плацебо Они искренне верили В свое выздоровление Что и помогло в некоторых случаях Преодолеть рак Слушай, Марин А как они сделали, что одновременно Сгорели и письмо, и кукла? А это очень простой фокус До речи, доброе, что ты Забрав залишки попилу З останнего листа Я сделала анализ И выявила там следы Розчину алюмогидратолиции В эфире Он легко спалахует При контакте с воздухом То есть, если я правильно понимаю Нужно правильно рассчитать время И вовремя достать письмо Из какого-то герметичного пакета Абсолютно точно Але мене більш турбуе здоровье, Анне Сподіваюсь, ця ситуация Не погіршит его Прогнозы благоприятные А вот Алексею, его отцу и другу Грозит срок за шантаж Вымогательство и причинение вреда здоровью Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин